Дорогие друзья, я поздравляю вас с праздником Пасхи. Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Многим из вас, за исключением, наверное, только очень маленьких детей, приходилось видеть погребение умершего человека, потому что это неотъемлемая часть жизни нас на земле — смерть. И, скорее всего, что это было традиционное захоронение в землю. Может быть, кому-то доводилось видеть и другие похороны в других культурах, ведь в мире существуют разные виды похорон. Захоронения в древние времена и времена Христа в Палестине отличались от наших очень сильно. Было распространено захоронение в пещере, особенно в семейной пещере. Самый яркий пример такого захоронения — это пещера Махпела, о которой написано в книге «Бытие», в которой похоронены Авраам и Сара, Исаак и Ревека, Иаков и Илья. Когда-то мне доводилось быть на кладбищах, где существуют склепы. Может быть, вы тоже были, это особое старинное кладбище в разных городах. Это небольшое помещение на территории кладбища, каменное или бетонное, куда ложили тело, и его опечатывали, закрывали, и оставалось там. Это был семейный такой склеп. Вспоминая свое детство, то я помню, что было очень много вымыслов относительно кладбища. И много страшных историй дети рассказывали друг другу и пугали кладбищами. На самом деле никакой мистики и ничего страшного на кладбище нет. Просто это особое место. Когда попадаешь на кладбище, очень интересно почитать надписи на надгробных камнях или памятниках и задуматься о скоротечности времени. Я свою проповедь назвал «Войдем во гроб». И сегодня я приглашаю вас войти во гроб. Когда мы были в Израиле с некоторыми братьями и сестрами из нашей церкви, мы были в пустом гробу, предполагаемом гробу Иисуса Христа. Но сейчас я приглашаю вас войти туда мысленно, войти в гроб через чтение Писания с двумя учениками Иисуса Христа. И мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 20 глава, с первого стиха. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Тот час вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. Три другие евангелиста, они эту историю начинают и пишут о том, что ко гробу пришло несколько женщин. Но в этом нет никакой ошибки, что Иоанн пишет только о Марии Магдалине. Посмотрите, во втором стихе она говорит «не знаем, где положили» во множественном числе. То есть она была там не одна. Но вот на что обращает внимание Иоанн. На факт, которому он сам был свидетель. Ибо тот ученик, о котором он говорит, что Петр и другой ученик, это другой ученик и был сам апостол Иоанн, автор Евангелия от Иоанна. И поэтому он хочет просто заострить внимание на тот факт, которому он был свидетель. Вот они получают информацию из уст Марии Магдалины, что унесли тело Господа. Нам всем свойственны эмоции. И порой, если мы проверим себя, мы бываем такие же, как и эта Мария Магдалина. Мы не будем ее осуждать, потому что она передает не точную информацию, а эмоционально воспринятую. Она увидела, наверное, то, что гроб открыт, может быть, сдалека увидела, что там никого нет. И она передает информацию, которую она вообразила. Нету Господа, Его унесли. Куда положили, мы не знаем. Какая реакция учеников? Незамедлительно они сразу идут проверить. Они узнают, что нет Господа, и идут туда. И написано, что они не просто пошли, а побежали. Скорее всего, Иоанн был моложе Петра, поэтому он бегал немножечко быстрее. И написано, когда они бежали, Иоанн побежал первый. И вот он прибегает к могиле, заглядывает во гроб, но не заходит. Наверное, не хватило смелости. Тут приходит Петр следом, и мы знаем из Писания, что Петр по характеру у него такой был смелый. Он всегда хотел идти в бой. Он незамедлительно заходит в пещеру и смотрит, что он видит. Он видит лежащие пелены. Как положили тело, его не разматывали, так и лежат пелены, и отдельно лежит плат. Это особый платок, которым обкручивали голову, когда погребали человека. И вот когда тело исчезло, все так и осталось. Если бы кто-то размотал тело, размотал бы платок, оно бы не было так особо свита. Петр смотрит на это, он видит все эти знаки, и тут заходит Иоанн. Иоанн зашел и то же самое увидел. Нам не написано здесь, в истории, был ли у них какой-то диалог, говорили ли они между собою. Но я предполагаю, что они могли там обсудить. Они могли поделиться мнением друг с другом, что же произошло. Что интересно, что Иоанн, когда зашел, он уверовал. Представьте состояние учеников. После смерти Христа два дня они находятся в шоке. Учителя распяли, закончились дни радости. Большой приваленный камень ко гробу оставил учеников с вопросами, что будет дальше, как жить. Кажется, что вся история, связанная с Иисусом, закончилась. Но вот они видят, что произошло невозможное. Тело исчезло изнутри пелен и изнутри платка. Иоанн, видя эти знаки, уверовал, что Иисус воскрес. Иисус и раньше говорил ученикам о своей смерти, о своем воскресении. Он открывал им это все. Но, видимо, события ареста, издевательства, казни и смерти Христа настолько привели учеников в глубокую скорбь, что они просто не придали значения его словам. Но теперь, когда Иоанн увидел, он уверовал. Почему я пригласил вас войти во гроб, чтобы выйти оттуда другими? Ученики пришли в одном состоянии, зашли во гроб, увидели и вышли в другом состоянии. Так как Евангелие написано автором, то слова, которые Иоанн говорит о себе, показывают, что он пережил. Он пережил изменение своего состояния. Он увидел и уверовал, что Иисус жив. Друзья, гроб – это символ смерти. Но пустой гроб – это символ жизни и надежды. Пусть в этом пустом гробу, куда мы вошли мысленно, изменится наше состояние. Уверовать во Христа – это обрести жизнь. Если ты сегодня пришел на собрание или слышишь нас онлайн, но ты еще не уверовал в Иисуса Христа как своего Спасителя, пусть этот символ пустого гроба станет для тебя точкой, чтобы уверовать, что Иисус Христос принес жизнь в мир. Всем нам предстоит однажды умереть и потом в суд. Так написано в Библии. Но написано еще, что верующий на суд не приходит. Воскресение Христа – это гарантия, что и мы воскреснем, чтобы уже всегда быть с Господом в Его Небесном Царстве. И я хотел бы закончить свою краткую проповедь словами Иисуса Христа, которые Он сказал Марфе. Это записано в Евангелии Теанна, 11 глава, 25-26 стих. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Аминь. Помолимся, поблагодарим Господа. Спасибо. Продолжение следует...